Я не знаю, если меня видно, по-моему, ни хрена не видно. Я сам ничего не могу разгреять, потому что солнце светит. Всем привет с вами Войс, и сегодня мы вышли, короче, погулять, побежали мы по делам, потому что у меня дела. Как вы можете заметить, сейчас весна, все цветет прям великолепно, красиво. К сожалению, это уже поздняя весна, а вот хотелось бы, чтобы вы видели раннюю весну, тогда было бы супер. Потому что все деревья сразу какие-то, желтенькие, там красненькие, розовенькие, в общем, все красиво выглядит. Ну, а сейчас уже технически все зеленое. Я ненавижу, когда люди проезжают и на меня смотрят, потому что этот городок еще небольшой, здесь практически любого, знаешь, в лицо, и как-то, ну, как-то не очень. Не нравится мне это. В общем, на самом деле, да, погода офигенная, и смотрите, какая бэха, блин, я специально повернулся, чтобы ее заснять. Я вообще люблю эти кузова старые. А, нет, она не очень, она какая, 318, да старая 318 вообще не очень, короче. Вообще, охренеть, такая дорога, тротуары, конечно, прям вот супер-супер небезопасные. Машины летают, здесь такой небольшой проходик, там этот велосипедист, короче, педалит. Я поэтому отойду в сторонку, дам ему проехать. Короче, вон проехал, помахал мне, типа, поблагодарил за то, что я ему уступил дорогу. На самом деле, здесь для пешеходов ничего не делают. Здесь не любят люди гулять на огромные расстояния. Я знаю то, что у нас гуляют вообще километрами, и люди насрать вообще, они могут взять полгорода, пройти. Чисто замороженным каким-нибудь, какой-то там им понравилось, где-то там на краю города. Вот они вот пробовали однажды, им понравилось, чтобы деньги не тратить на транспорт, они могут пешком пойти. Но здесь, получается, не совсем. Есть единицы, конечно, но все-таки. Кстати, я уже подошел, и чай, а быстро-быстро. Короче, я сейчас здесь заполняю документы. Вот так это приятно выглядит. Я не хочу громко говорить, потому что не хочу. Нормально, короче. Короче, я только что отправил то, что мне нужно было отправить. Мне на самом деле надо было просто отправить деньги в колледж. Тут вообще-то, когда тебя принимают в колледж, ты обязан подтвердить то, что ты идешь в этот колледж. Чтобы это все подтвердить, ты обязан 100 долларов, обычно 100 долларов, это в зависимости, опять же, от колледжа, отправить определенную сумму, получается, на адрес этого колледжа. Чтобы они знали то, что, типа, ты все уже, как бы, точно идешь сюда, чтобы они забронировали тебе места, пятый-десятый, короче, все в таком духе. Смотрите на эту погоду, блин, ну разве не чудно вообще это все? Птички поют, там, я не знаю, речки текут, там. Там здорово, теплеет, всякие зверюшки начинают вылезать, белочки выходят из своих норок, там, всякие шалашки, всякие мрази на подобе, букашек, всяких пучков, там, вот это странное говно. Мне надоело это все. Вечером, блин, нормально прогуляешься, тебе и в нос, и в уши, во все это летит, ты прям ненавидишь весь мир за это. Кстати, я сейчас иду между кладбища, то есть через кладбище, между кладбища, когда вообще можно между кладбища иду? Через кладбище иду, и здесь могила, оказывается, еще с 1800-1700 годов, есть вот разные, допустим, вот здесь вот август 1888 года. Я на самом деле через это место очень часто прохожу, если мне не хочется идти возле дороги, поэтому я иду здесь. Здесь просто спокойно, так, знаете, можно просто пройтись, послушаем музыку или еще что-то на подобе такого. Посмотрите, какая там красота вообще, а? Посмотрите, какие деревья здоровые. Вон старичок с бутылями воды куда-то пошел, он что, сушняк что ли пробил? Не знаю, а может просто цветочки поливать какие-нибудь. Хотя нет, какой-то хрен, какой-то бред сказал. Вот я не знаю, хорошо ли вам видно через камеру, но это вообще какой-то, знаете, лес такой волшебный, как будто там внутри. Я прям хочется туда отправиться, знаете, как в фильме «Мост в терапитию». Встретишь каких-то всяких волшебных зверюшек, эльфов и других всяких монстриков. Встретишь там энд, поздороваешься с ними, забазаришься, типа забокланишься, но если что, там какая-то проблема, знаешь, решишься. Это все вот это вот за этим, не, выглядит так сказочно, мне прям хочется отправиться и такое ощущение, что я буду куда-то в сказку. Но на самом деле там, наверное, тут по-моему, живут, я не знаю, это не шучу. Всякие дурки в американское стиле, вообще интересота, да? Даже в Америке, что? Смотрите, тут на машине написано «энд». Только про «энд» заговорил, и тут «энд». Розовое мусорное ведро. Какое пафосное мусорное ведро. Кто вообще такое покупает? Кто вообще такое делает? И там, между прочим, эмблема такая, знаете, типа борьба с сраком. Нахрена это делать на мусорном ведре? Я не понимаю, логика у людей такая. Зошибись просто. Опа, нет, иногда просто тяжело. Смотрите, какая красота вообще. Надо же так устроить все красиво, блин. Еще дерево такое старое, недавно, наверное, свалилось. Опять люди проезжают, опять смотрят на меня, как же я ненавижу. На самом деле, было бы намного удобнее ходить там с другом и снимать. Потому что, когда меньше всего стесняешься, когда один просто с камеры вот так на вытянной руке ходишь, как мудак. Такое ощущение, по крайней мере. Ну, а когда с кем-то, все равно проще, понимаете? Да, типа, о, веселятся, что-то там снимают. Ладно, когда один, а, вот какой-то мудак. Не, ну красота, вы просто не можете не согласиться с этим. Вот этот вот еще куст был, он раньше желтый-желтый был. А сейчас он быстро позеленел. Вон, видите, всякая листва опала. Но когда он желтый, он прям пипец, какой яркий. На него смотришь во время солнца, прям он тебя ослепляет. Ты такой, не вареначу. Ну, супер. А, я уже пришел. Средимся попозже. Короче, я уже пришел, там помылся. В общем, сделал какие-то дела, быстро и сел покушать. Я не знаю, зачем я это делаю, но вроде надо же отдавать какие-то отчеты в своих действиях. Сказал, как какой-то уголовник, не знаю. Смотрите, какой закат офигенный, прям здорово. А я сейчас вышел на улицу, буду ждать своего друга. Он сейчас меня должен забрать, и мы с ним поедем к нему домой. Летали эти сраные мошки, меня всего обкусали уже. И как я этого ненавижу, красную мразь ты. Вот это говно летает, сволочи. Подъехал, наконец-то. Долго его ждать пришлось. Ну, в общем, за мной заехал мой друг, и сейчас мы едем к нему, как я уже сказал. У него эклипс. Да. А, на механике. В общем, офигенная машина. Супер, по году вообще офигенно. У меня настроение хорошее, тем более пятница вечер. А, Россия. А, кстати, я вам не представил его, его зовут Майкл. По-нашему Миша. Михаил. Михаил. Как ты скажешь «хай» в России? Привет. Привет, Россия. Здорово, не правда ли? Все что-то знают, все мои друзья что-то знают по-русски. Они просто обязаны что-то знать по-русски. Если они не знают, они не мои друзья. Сейчас заходим внутрь. А, кстати, никто из вас, наверное, не видел, но, в рябчевый, все, американский гараж. Как это выглядит. И это примерно так и выглядит. Здесь у них куча еды, короче, жиротвы, дофига. Это его, кстати, брата, мотоцикл. Шлемар всякий, он великий. Мотоцикл, да? Да, да, вот мы идем. Доги! Привет! Будем снимать видео с Джаном? Да. Сейчас пойдем будить его брата. Привет, Джан. Добрый вечер, Чан. Добрый вечер, Россия. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну он ушел, короче, это примерно у всех такие здесь дома, по крайней мере, у моих друзей точно. Такие огромные, охренеть просто. Такие здоровые, а. Я его потерял. Я даже не знаю, где он теперь ходит. Вот здесь был только что, ушел. Кладовки, конечно, с нашими пугрибами не сравнятся, но с пугрибы наши подольше прокормят нас все-таки. Короче, пока он там занимается своими делами, я вам расскажу, короче, что-нибудь. Вот еще один такой момент. У каждого, примерно, есть такой небольшой дворик. Не то, что дворик, а балкончик, я бы сказал. Собаке, по-моему, выходить нельзя, она рядом стоит и как-нибудь протиснуть. Ни хрена себе собака берет, короче, дверь открывает сама по себе. Ну вот, примерно, когда так-то все и выглядит. Игровая площадка и тупо лес. Оттуда стопудово вылетают какие-нибудь нахрен олени, медведи, скунсы всякие, короче, животные из этого мира. И потом, может быть, даже пару орков выбежут, свидетелей йоговых, я не знаю. В общем, всегда из леса убегает какая-то живность. Ну, так и живут. Дом здоровый, конечно. Везде почти все дома такие. А он и Майкл. Наконец-то проснулся. Сейчас спустится. Это примерный холодильник. Я сейчас все буду тупо показывать, то, что у них есть. Здесь всякие соки, йогурты, короче, они покупают топ там. Сами видели в гараже то, что там до хрена всего. И потом тупо это все сжрут здесь. Вообще любят покупать очень много всего. Кстати, это еще один. Его зовут Майки. Это мне сестру. Он пытается сказать что-то по-русски, но у него ни хрена не получится. Но он почему-то думает, что получается. А вот еще один. Это Макс. Он, короче, похож на чеченца. На какого-то террориста похож с этой кявкой и с бородой. Мы все здесь любят друг друга. Короче, все больше и больше людей подтягиваются. И, скорее всего, я сейчас закончу уже, потому что там весело уже начнется. США! 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 Какие-то придурки, я даже не знаю. Короче, уже утро, а мы проснулись. И я забыл совсем опять про камеру. Сейчас мы едем домой, и меня Джонни видел домой встретить. Какой офигенный, крутой. На самом деле, он вообще все капец сегодня контролировал конкретно. А весь этот свинальник, который там натворили, полностью все убрал. Всех пораскидал. Раскидал по кроватям, короче. И все хорошо. Мне на его кровати пришлось спать. Сейчас еще дождь пошел, пипец, погода, конечно. А ну вот я уже приехал, уже нахожусь дома. И сейчас надо будет кое-какие дела здесь быстро сделать, там, кое-что позаполнять. Сейчас только 10.30 утра, я проснулся, по-моему, в 9.30. Я уже дома. Быстро как-то все это. Но это хорошо. Пока дела просгребаю, а потом такое ощущение, что мне придется кое-куда поехать. Я надеюсь, что я возьму камеру с собой. Блин, твою мать! Черт, всякие мрази по моей руке ползают. Надоели. Короче, приехали еще в магазин. Будем покупать мне новый телефон. Айфон 6, скорее всего. Недавно на видео говорил, типа, нахрена мне новый телефон, то все. Ну, на самом деле, это подарок просто, и я себе его не на свои деньги покупаю. Точнее, не на свои деньги, короче. На очереди всего 5 человек, но придется ждать походу около часу, полтора, где так. Погода мерзкая какая-то вообще говно. И что-то много людей сейчас. Я что-то стесняюсь как-то камеру держать. Не знаю. Да. Вот этот. Вот этот вот. Не этот. Вот этот. Короче, примерно так выглядят все магазины здесь. Ну, небольшое. Просто прийти сюда купить телефон, ничего не стоит. Как бы, ничего огромного. Я не вэпл, допустим, пошел. Я немного стесняюсь, короче, что там люди ходят. Вот, хотел вам просто показать. Мне уже пофиг, что я здесь не знаю. Не знаю, мне насрать. Короче, ребят, я уже приехал домой. Решил то, что будет глупо, если я начну там сразу показывать, что-то распаковывать. Потому что в машине это все как-то неудобно. В общем, это обычный шестой айфон у меня. Приобрел. Теперь здорово. Уже и кейс, видите, нацепил, короче. Да-да, знаю. Вас ни хрена ничем уже не удивить. У вас там уже давным-давно шестый. У некоторых уже, наверное, седьмый. Я хочу просто посмотреть сам. Я потому что, я не знаю, что это такое. Нацепили на него, короче, кейс, который водонепроницаемый, удароустойчивый, который стоит больше, чем моя жизнь. Охренеть цены такие просто, ну... Мне не понравилось то, что входное отверстие для наушников здесь не подходит под стандартные наушники. Поэтому приходится использовать небольшой такой, знаете, переходник для этого. Я удивился то, что в этом кейсе можно делать фоточки под водой. Это самое офигенное, мне кажется. Вот он. Нахрен мне это надо. Я даже коробку не открывал. Отвечаю, сейчас первый раз открою. Не запаривался насчет этого, боже мой. О, наушники! Я забыл совсем то, что сюда еще наушники прилагаются. Я помню, они какое-то время стоили чуть ли не 60-80 баксов. Ну, окей. Сравнить мой новый айфон и старый айфон. Этот вообще как кирпич, потому что на нем защита такая толстая, что я охренеть с нее. Не успела похудеть, короче, к лету. Ну, а этот мразь так не может, видите? А тот может, да? Короче, отстой. Шестое вообще говно стоять не может ребром, поэтому покупайте себе четвертые там эсы и покупайте на их вот такую вот эхигенную защиту, куда можно вставлять какие-нибудь карточки. Но теперь в этот вставить ничего нельзя. Я вам отвечаю, если бы эти, блин, в Apple такую фигню не делали, то что каждые не полгода даже, и даже меньше, приходится обновлять телефон, это занимает больше памяти, а также это еще снижает производительность вашего телефона, я бы нахрен не покупал шестое. Я бы это доставил всю свою жизнь, зачем тратиться? Когда ты, получается, не обновляешь эту iOS. Некоторые приложения просто на него недоступны, у тебя просто нет выхода. И таким способом телефон технически умирает. Он лагает, там, глючит, медленно работает. Как-никак, шестое у меня уже в кармане, и все неплохо. Та-дам, еще даже ничего не работает, ничего нет, я вам слушал. All right, hot chili peppers, офигенно. На ютубе слушаю песенки, здорово, да? Ну, потому что он у меня пустой, еще ничего не успел толком-то установить. Ладно. Все. Ну, быстро пока еще здесь, короче, смотрите, что я нашел-то. Специальные такие кнопочки оригинальные, типа, под iPhone. Вот помните, у старых вот примерно такого дизайна кнопочка была? А здесь на новых такого нет, то есть это просто сплошной цвет. Я, короче, нашел специальные кнопочки, и сейчас мы наклеим. Я не знаю, я их просто в магазине нашел, они на полу валялись. Охренеть, ребята, она прям вошла туда, прикиньте, блин, как здорово теперь. Офигенно. Я так прямо хотел. А вот я уже в машине, и какая-то фигня играет. В общем, сейчас я отправляюсь в магазин, мне надо купить кое-что, очень важное. Это, наверное, будет рамка для картины, но так и будет, это, то есть это, есть рамка для картины. И я кое-что буду рисовать, кое-кому на день рождения. И сегодня, также, сейчас, то есть я заодно заеду в магазин, чтобы купить себе майку. Сегодня у моей подруги, получается, вечеринка, и там тематика такая, типа, американская тематика, то есть цвета американского флага. Я не знаю, нахреная не такое дело, но, в общем, весело иногда бывает, поэтому, почему бы и нет. Ну, в общем, все как-то так. Погода, говно. Сейчас что-то уже и настроение, говно. Скажете, зажрался, да, у тебя айфон, там, у тебя айфон шестой, так что купили, а ты. Я не знаю, ребят, мне по барабану. И я, с остальной стороны, рад, рад, очень здорово, на самом деле, что-то такая покупка, но это как будто не столь влияет на мою жизнь, что ли. Может, я просто вырос, может, я просто зажрался, хотя зажраться мне нечем. Это глупо звучит, очень тупо, но философство это нахрен. А, ладно, в общем, поехали. Музыка супер. Под такую именно ездить. На-на-на-на-на-на-на-на-на, сейчас YouTube опять забанит из-за того, что музыку использую чужую. А я только что из магазина вышел кое-что, купил там одну майку всего же, да, ничего, с собой не покупаю, потому что денег нету. Да что-то как-то вот сейчас иду вообще и по магазину из магазина вышел, что-то как-то, я не знаю, приунулся, что ли, как-то одиноко стало, грустно, хреном знаю. Ну, бывает такое, не с кем поговорить, что ли. Делось бы, что... Ни хрена себе, окно открылось, я думаю, это что за бред? Это я, оказывается, нечаянно жал. Я даже не знаю, что такое, что за говно. Просто не в своей тарелке я нахожусь, не в своем мире. Не знаю, там бабушки идут какие-то, что за нахрен, давайте я поеду. Я уже дома, что-то приунул. Вот ни с того ни с того взял и приунул. Не унывайте, пацаны, не стоит, ребята, не унывайте. Все хорошо, наверное. Ладно, я буду делать дела. Ребят, что-то я не хочу идти. Вообще пипец, настроение нет. Вообще приуныл что-то. Вроде бы сходил в душ, послушал что-то в музыке, поделал дела. А все равно приуныл. Меня очень просто сильно хотели видеть там. Ну, я имею в виду так, конкретно, которая меня позвала. Да, еще друзья хотели бы и говорят. Обязательно-то все. Но... Устал я что-то, устал я что-то. Голова болит, горло болит что-то. Пойду чай с лимоном выпью, что ли. Он меня всегда успокаивает. Это вообще чай с лимоном и с сахаром, и с мятой, если уж прям офигеть у тебя есть это. То это просто суета божественно. Это такая вещь, которая тебя на самом деле успокаивает. Делает тебя лучше намного и свежее. Ух ты. Ну, я сейчас правда без сахара выпью. Потому что мне кажется, у меня уже зубы сыпятся. У меня сейчас сон приснился, как будто я без зуба. Я такой, блин, пипец. Что-то не очень как-то. Мне немножко даже душно уже стало. Я что-то... Я не знаю. Ну, не знаю. Какое-то... Ошушение вообще головного. Что не то? Вроде бы все нормально. Да, как бы, с одной стороны, я не голоден. Ну, сейчас что-то прогадал. Да, пойду поем. В общем, я все-таки съездил. Как вы можете заметить, я до сих пор в той же одежде. И... У меня башка трещит по швам. А, я сегодня в 2 часа где-то проснулся. Я даже не совсем помню, как вчера. Все вообще, все было. Вроде нормально, наверное. Кстати, помните, я вам говорил, что я рамку поехал покупать? Вот для чего она была. Эта картина. Да, я рисую немножко. Хе-хе-хе. Это монгольский воин, как вы можете заметить, на коне. Он на коне. А я не на коне. А он на коне. Я еще заболел, блин, очень хреново заболел. У меня все заложено, горло, башка трещит. И, по-моему, все слягу на чуть-чуть. Ну, на пару часов, по крайней мере, точно. Потому что я устал. Ну, еще и слягу вообще, по-моему, завтра не смогу проснуться. Потому что охренеть, боже мой, что за пиво. В общем, я думаю, это и будет конец моего влога. Потому что, по-моему, там много, достаточно материала. Там достаточно материала и все в таком духе. У меня глаза слезятся. Я сейчас такой видос не там насмотрел о космосе. Офигеть, прям супер. Я прям, я не знаю, чуть не этот, не взорвался. Он меня так во впечатление погрузил. Я прям до сих пор отойти не совсем могу. Все-таки обидно то, что мы многого не узнаем. И человечество вряд ли добьется чего-то там в рамках Вселенной. Мы ничтожны, надо бы это признать. Но нельзя, нельзя это оставлять так. Надо все-таки пытаться что-то сделать, мне кажется. Наука, технологии, это все должно прогрессироваться. Мы не должны оставаться имбецилами. В рамках Вселенной мы все равно, идиот. Но мы, это можно признать. Но оставлять это просто так, мне кажется, нельзя. Надо все-таки человечеству пытаться достигнуть большего. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравится. Если да, то там, блин, тебе мой руковод. А если нет, то пошли отсюда, вон. Пойду сейчас, поем, да, все. И спай, спай буду. С вами был Войс. Пока.